всех приветствую с вами вишняков андрей в прямом эфире тема у нас созависимость как она сказывается во взрослом возрасте вот как преодолевать ее ну и здрасте так сейчас сейчас я вам название пишу вот там несколько вопросов вчера не ответил но наверное с них и начнем но и жду от ваш от вас вопросов каких ну и как-то хотелось бы все-таки прошлое конечно хорошо там семья с зависим вот но все таки как как это во взрослом возрасте фонит но то есть как с нее выходить созависимость вот ну и вообще настолько ли она там страшно вот и может быть я просто на ваши вопросы буду отвечать как это у вас может вообще там у вас не созависимость очень другое вот поэтому вот сейчас начну я короче но жду от вас любые любые про зависимости зависания в отношениях там наоборот вчера говорил про то что трудно идти в отношения да ну то есть и вообще дисфункциональность как как фонит ну то есть идея какая вот как прошлое токсичное прошлое токсичные родители смещенные роли смещенные роли как они влияют на сегодняшнюю жизнь вот у меня нет задачи вас как психологов готовит поэтому скорее у меня задача помочь вам но выявлять какие-то темы что можно самим проработать что самим нельзя проработать ну то есть со специалистом но по крайней мере такие точки отсчета да то есть куда куда смотреть куда бежать вот как это может влиять вот но вот вчера задали вопрос там частично про детей ну вот наверно с них тогда начну вот до добрый день вот знакомые лица вот там был были вопросы да то есть по поводу того как в одном человеке например сочетается в агрессивном как может сочетаться в нем одновременно и любовь и наезда ну в частности на детей но здесь же не только про детей и про свою вторую половину тоже то есть вот как можно одновременно при ребенка любить и одновременно его там недовидеть агрессировать на него вот ответ я давал по-моему позавчера что вот про обиды и про созависимость что в нас как бы в случае вот в зависимостях два человека существует в отце в матери там в бабушке в дедушке вот соответственно если вы созависимы созависимы всерозависимы вас тоже существует два человека один человек который собой управляет один человек который любит ну вот правильно и говорит на архетипах там да ну то есть я вам еще там в марте по-моему в апреле когда карантин начался про архетипа рассказывал мне проще в архетип то есть вот архетипы контакта любви к ребенку там он два архетипа одновременно архетип любящего это про контакт контакт взаимность обнимание вот про продолжение рода вот это про соединенность такое и забота это из энергии короля королева то есть соответственно когда у человека хороший контакт у родителя например с этой энергией вот он ребенка любит но это есть любовь да то есть я контактирую с ребенком из энергии монарха там короля королевы я его слышу из энергии любящего я его чувствую вот из энергии воина воительница я его защищаю из энергии соответственно вот этого контролера управляющего от этого риск-менеджера вот но энергия мага да то есть я простраиваю как бы алгоритм воспитания ребенка алгоритм как построено взаимодействие ну чуть чисто логика так соответственно если вот агрессия она же может быть я вам говорил в двух видах она может быть агрессия по воину вот когда хочется там орать тому не знаю там ударить толкнуть там не знаю достать вербальной агрессии она может быть агрессия по магу это энергия контролера до управляющего такой сверхконтроль и там же критика туда относится то есть мы как бы по привычке ну как ну не то что привычки но не знакомы там с развлечением энергии да то есть мы часто в агрессию ну записываем ну такой вот контролер такое обесценивание да такой злость такая злость это нифига не не агрессия по принципу вот воина злость поцарапать вынести мозг это все-таки энергия вот этого риск риск-менеджер контролера соответственно если родитель он не справляется вот смотрите если он не может проконтролировать ребенка результат который ему не нравится ребенок у него становится плохой ты плохой то есть ранее послание вот в энергии контролера ты плохой и когда он плохой хочется вот его расцарапать хочется уничтожить уничтожить того кто плохой вот а в энергии агрессии по воину воительнице ну там больно ну то есть вот я не справляюсь ну то есть хочется но хочется замочить да то есть тот кто ребенок делает например плохое поведение да ну то есть хочется это плохое поведение там выбить или дурь какую-то выбить вот поэтому здесь надо смотреть как какого вида агрессия да там у мужчина или у женщины но они может быть смиксованы и может быть но общее общее здесь что общем является то что человек не выдержит вот этот оборотень внутри только что он был хороший потому что ребенок его устраивал хорошие потому что родитель себя ощущал родителем хорошие потому что ребенок слушался да то есть вот или там родителю ничего не надо было с этим делать дальше у него включается на фоне вот зависимости на фоне каких-то внутренних процессов там может быть биологический процесс тогда это психиатрия то есть если у него ну там агрессия связана с какими такими реакциями там а-ля шизофрении вот или такое мдп как маниакально депрессивный синдром то есть фазе маниакальные да ну то есть это уже психиатрия вот если у него на фазе пограничного что-то там истеричность какая-то у человека да то есть у него какой-то завышенный нарциссизм вот то ну то есть он ну то есть ему хочется вот как бы исправить ситуацию то есть плохое поведение ребенка говорит о нем что он там плохой родитель да то есть или что ну ребенок выходит из-под управления чаще всего конечно это помогу да то есть все равно вот этот ребенок не контролируем и в том числе агрессии может быть вообще в 90 процент случаев агрессии вообще к ребенку не относится то есть родителю нужно куда-то сбросить его злость его претензии нужно сбросить ребенок работает просто унитазом ну я вам рассказывал в одном из эфиров там как прожиг тивно идентификация то есть ну то есть человеку нужно он устает он не справляется там да то есть у него энергия пришел с работы там мы слил агрессии вот или ему нужен как бы ну повод придраться да то есть ему нужен тот кто вину какой-то виновник вот я вам говорил там в одном из эфиров человеку нужно как бы законная дата в кавычках законное обоснование чтобы позлить и таким образом на ребенок подворачивается под руку да то есть и человек на него злиться вот в том числе у чек чем может быть расщепление но вот у зависимых тоже бывает а на фоне там чё-то у него расщепление он же он же видит перед собой двух детей одного ребенка вот в своем здоровом состоянии он видит ребенка который его устраивает который у которого он любит то есть в этом состоянии ему этот ребенок нравится вот потом у него перешелкивает он там что-то выпил препараты там какие-то там или он не знаю там там уставший но то есть ну вот у него переключился у него режим оборотня переключился вот и в этом состоянии он уже ребенка не видит ну смотрите это же зависимость в этой зависимости человек он уже не управляет смотрите своей волей то он не управляет то есть вы он принадлежит там алкоголю наркотики наркотику там не за сексуальной одержимости какой-то игровой одержимости ну то есть его остановить уже невозможно ну то есть общее что здесь он слетает как бы внутри с какого-то с какой-то своей стабильности в этом состоянии и главное смотри здесь он себе не принадлежит это хорошо есть он бы в кавычках но все равно хорошо лучше хорошо если он становится в алкоголе добрый или он там не знаю становится такой всех любят там под алкоголем ну у кого-то у кого-то слетает как раз но знаете в поговорка учу у пьяного вернее чего трезвого на уме у пьяного на языке да то есть вот если внутри у того кто выпивает у него ну зашкаливающая какая-то агрессивная реакция или зашкаливающая критикующая какая-то реакция бесценивающий или перфекционизм по отношению вот к окружающим к детям да то есть вот если еще более менее в трезвом состоянии человек он там же главное чё в зависимости что в трезвом состоянии он более-менее управляет собой да то есть он может сдерживать свои порывы свои эмоции свои переживания свои кита не знаем ну там не идти не идти за своими реакциями а зависимость ну там например там алкоголь там или наркотик он снимает у него да то есть он снимает барьер вот этого управления собой воли волевой барьер да и человека у человека лезет все его дерьмище в нас вообще-то дерьмище столько же сколько и добра мы такие ангелы-демоны вот поэтому внутри у нас много дерьма но мы как-то им управляем в ситуации там под веществами или в какой-то одержимости то есть мы перестаем вот этой воли то нету мы перестаем собой управлять и она начинает лезть вот и человек уже не видит он вот я отвечаю для тех кто присоединился на вопрос вчера задали не успел ответить как так может быть до что одновременно чек может и любить там ребенка или там своего партнера там партнерш вот и одновременно может там агрессировать то то есть вот соответственно чек видит 2 у него два ребенка например или там два партнера у него да то есть один хороший которого устраивает к 18 он видит уже оля такая шизофрения до то есть он видит чем-то не доволен а у Человек, он не удерживается, ну, то есть, это же неприятно, когда ребенок не выучил уроки, неприятно, когда он там не так убрался, да, ну, то есть, если там трезвый, например, он еще будет как-то там смотреть, там, вот он любит ребенка, да, то есть, он удерживается. А под влиянием одержимости, да, то есть, он уже, как бы, у него нет ни сил, ни энергии удерживаться, он не рассчитывает. Там же главное, что с ребенком, вот главное, чего учат психологи вот с детьми, как вообще обращаться с детьми, если дети себя плохо ведут. То есть, разделять ребенка, такая немножко сложная такая процедура, разделять ребенка на человека, на личность, да, то есть, я люблю вот своего ребенка как личность, как субъекта люблю, да, вот. И второе, это поведение, то есть, говорить там, мне твое поведение не нравится, да, то есть, мне вот не нравится, как ты действуешь, как ты там поступаешь. Ну, то есть, разделять ребенка на то, что ребенок делает, а он, ребенок ошибается, он только растет, развивается, он еще не всем там арсеналом там владеет, вот. И, соответственно, он может и ошибаться, у него могут быть и манипуляции какие-то детские, капризы какие-то, и вообще нежелание что-то делать, у него есть, он ребенок. Ну, то есть, он родителей в том числе на вшивость проверяет, конечно, ему какие-то обязаловки, ему хочется играть, смотреть там гаджеты, телевизор, вот, мается дурью, вот. Ему, естественно, там, не хочется делать какие-то обязательные там уроки, уборки, игрушки складывать, там, иногда слушаться, не знаю, есть какую-то правильную еду и вовремя, вот. Это нормально, ребенок, он часто собой даже еще не управляет, ну, то есть, его там несут какие-то процессы. Вот, естественно, родителю нужно, это и есть воспитание, да, то есть, ты каким-то образом корректируешь его поведение, корректируешь тем, что, ну, ты как-то вот даешь ребенку знать, что такое поведение именно недопустимое. И, ну, правильная фраза, которую вот учат психологи, она звучит так, я тебя очень люблю, вот, но то, как ты поступаешь, оно неправильно, да, у нас так в семье не принято, вот, или это ведет к там тяжелым последствиям, или мы с тобой договаривались, если ребенок постарше, вот, или там, вот так нельзя с объяснением причин, почему нельзя, да, ну, то есть, вот как ребенку дают знать, что такое поведение, оно неприемлемо. Если ребенка просто отсекают, там, да, то есть, вот, если так будешь вести, получишь пилюль, там, будешь так вести, любить не будет, это не воспитание, это дрессировка. Если ты же ребенку каким-то образом доносишь, если ты, там, планомерно как-то вот пытаешься, ну, ребенка именно, ну, как-то переводить это, ну, понятно, от возраста зависит, в режим ценности для ребенка, что ребенок это хочет делать сам, не потому, что его выдрессировали, а потому, что ребенок, он видит ценности этого, он видит правильность, вот, он верит маме, да, то есть, он это не из страха делает, ну, что-то, наверное, будет из страха, если какие-то вещи, там, в розетки пальцы не совать, вот, то есть, соответственно, да, то есть, вот, есть разница между воспитанием и дрессировкой. Дрессировка, я вам говорил, она из двух состоит составляющих, это агрессия, ребенок держит его под страхом наказания, да, он просто реально боится, то есть, вот, он, это и есть дрессировка, метод кнута и пряник, второй, это про любовь, ну, то есть, вот, если так будешь тебя любить, ну, будешь так поступать, мы тебя, там, любить будем, мы тебя принимать будем, вот, или тебе что-нибудь, там, не знаю, подарим что-нибудь, метод жетонов называется, да, получишь жетончик, а потом жетончики обменяешь на какие-то ништяки такие, вот, это, вот, поэтому здесь, как бы, более-менее, так сказать, адекватный родитель, он может, у него есть ресурс, у него есть ресурс, как бы, отделить, вот, ребенку субъекта, да, и ребенка, который действует, делает какие-то действия, то есть, еще раз повторюсь, я тебя люблю, но вот то, как ты делаешь, да, то есть, оно, там, неприемлемо, неправильно, оно приводит, там, к тяжелым последствиям, а если человек, он не управляет собой, у него воли сейчас нет, у него нет, как бы, системы, ну, такого, внутреннего контроля, да, там, управления ситуацией, вот, у него ресурсы нету, ну, то есть, как бы, он действует чаще всего, у него, ну, как минимум, сужается, вот, круг ресурсов, в том числе и режим толерантности, терпимости, ну, то есть, терпимости к действиям ребенка, да, то есть, он к тому, чтобы видеть ребенка, ну, чтобы вот ребенка чувствовать, чтобы быть в контакте с ребенком, надо, вообще-то, немножко в реальности быть, ну, то есть, любовь, ну, по большому счету, там, да, то есть, любовь, настоящая любовь, это когда ты все-таки находишься в таком, в контакте и сам с собой, и в контакте, там, с миром, со вселенной, с Богом, да, то есть, когда ты открыт, да, то есть, вот, когда ты открыт другому человеку, открыт, там, не знаю, если любишь, открыт животным, да, то есть, это энергия любящего, да, то есть, она вот, когда ты во взаимодействии, а если, например, у человека в зависимости ресурса нет, ну, он с чем контактирует, ну, то есть, у него сейчас крыша-то, у него крыша-то сносит под влиянием, вот, какой-то одержимости, ну, вот, у него, если это еще и зависимость, да, у человека, а зависимость у него и проваливается, собственно говоря, в зависимости энергия любящего, вот, этого самого внутреннего ребенка, она в зависимости и проваливается, вот, и у человека, ну, то есть, у него психика раскачивается, ну, то есть, у него психика становится нестабильная, ну, то есть, она у него несбалансирована, и вот какой у него архетип вылезет, там, из, из, как вылезет, из баланса, Вот он вылетит. Вылетит из энергии короля-королевы, но он будет такой, да я знаю, как лучше, ну, перфекционизм. Или он начнет, он знает лучше всех, он знает, куда вести, куда ребенку надо. Он такой лидер, такой раздутый, раздутый монарх, он такой для ребенка лидер. И он тоже может, в принципе, пройти, у него же нарушается слышание, он лучше всего знает, как с ребенком обращаться. Если ребенок не слушается, если ребенок не идет за великим, там, папой не идет, ну, он злится, да, то есть, что это ребенок не играет со мной в игру. То есть, если у него, ну, качнуло в энергию, ну, там, ну, воина, там, он, ресурсов не хватает, часто алкоголь он как раз и провоцирует. Адреналин, тестостерон, ну, то есть, вот гормональная сбивается такая, да, то есть, человек, человек, он начинает, он себя героем там чувствует, он сразу хочет что-то там, не знаю, воспитывать, приложить, приложить. До этого он там, ему неинтересно было ребенок, вдруг ему становится интересно, вот, принять участие. Ну, опять-таки, я вот вам рассказывал, что я работал грузчиком в продуктовом, там, магазине с видным отделом в перестройку, когда вся еда была по талонам, вот, ну, я говорю, я был не, я, поскольку спортсмен там, то я не пил, вот, и мне приходилось сидеть с этими алкашами, блин. Вот, ну, они нормальные ребята, но под алкоголем это, конечно, трэш, вот. Я говорю, у них вот это главное вылезало, да, ты меня уважаешь, вот, вот это все время, особенно я, там, не пьющий, ты что, Андрей, не уважаешь нас, да, не хочешь с нами выпить, вот. Поэтому у них раздувается вот эта энергия, да, про уважение, про то, чтобы с ними считались. Ну, у них изнутри, в каком, ну, как вам сказать, у них изнутри есть на бэкграунде, где-то есть ощущение, что они все равно какие-то не такие, что они с чем-то не справляются. Ну, воля хромает, да, то есть, где-то они собой не управляют, не владеют, что-то у них не получается. Часто же всякими вот этими гализмами люди и неуверенность свою затыкают, и какую-то неудовлетворенность с жизнью затыкают, там, и неумение справляться с чем-то затыкают, вот. И, естественно, если ребенок, например, или, там, супруга, там, или супруг, ну, кто в отношениях, там, попадает, как бы, в круг тех, кто не дает быть счастливым этому зависимому, не дает себя почувствовать, там, офигенным, офигенной, не дает чувствовать себя хорошо, ну, то есть, он же хочет, чтобы ему было хорошо, и получается у него такая странная вещь. Все, кто не дает ему чувствовать себя счастливым, чувствовать себя на высоте, они превращаются во врагов. Врагов, которые отнимают комфорт, отнимают, не знаю, ощущение, что они офигенные, что у них семья офигенная, вот, что у них все хорошо, вот, что все идет так. Так, как им важно и нужно, вот, а ребенок или, там, жена, которая, например, не слушается, там, или не слушает, или, там, как это, да, перечит называется, да, то есть, вызывает у него такой внутренний протест, злость, агрессию, потому что, вот, как это, блин, я такой офигенный, да, то есть, вот, все должно быть так, как я хочу, так, как для меня правильно, вот. Вот, а вот эти люди, они мне мешают, там, ребенок мешает, там, свекровь, там, теща мешает, вот, не знаю, родители мешают, там, супруг, партнер мешает, вот, то есть, им мешают, вот, быть офигенными, чувствовать себя хорошо. А поскольку, вот, растормаживают всякие вещества, да, то есть, человек, он уже находится в каком-то своем, таком измененном мире, там, немножко или немножко шизофреническом. И, отвечая на вопрос, как он может одновременно любить и не любить, ну, потому что два человека в нем, он один тот, кто любит, кто более-менее в трезвом или в каком-то адекватном, если про другую какую-то зависимость ведет речь, ну, то есть, а второй у него переключился, он в режим зависимости переключился. И в этом режиме он уже, говорю, он уже не видит ребенка, свою жену не видит, мужа, там, вот, и все, ну, то есть, одержимость уже. И более того, его, там, или ее, там, все начинает раздражать уже, да, то есть. Ну, если брать немножко научно, так заумно, ну, псевдонаучно, поскольку это речь идет про психоанализ, они называют, что вот ребенок должен научиться в определенном возрасте, ну, речь идет где-то в районе 4-5 лет. Он должен научиться, ну, не то, что внутри ему открыться, не то, что научиться, ну, как сказать, у него внутри должно открыться, как бы, знание такое. Ну, не знаю, внутри доступ, как это назвать по-русски-то, освоить навык, тоже неправильно. Ну, в общем, у него внутри должно быть понимание, но не на уровне головы, а на уровне вот его естества, его тела должно быть понимание, которое там психоаналитики называют константность объекта. Что такое константность объекта вот в этом случае? Объектом называются родители у ребенка. Ну, объект, ну, вот психоаналитики, они вот у них, вот, не знаю, вот это вот все время, самый знаменитый, я разрушу тебе объект, ты не разрушился, привет, объект, прогрессию как раз. Мама, я тебя разрушу, я буду там капризничать, я буду злиться, называть тебя дурой, я буду вести себя плохо, вот, в возрасте вот трех там лет, вот. И задача мамы или папы выдерживать как раз вот эту агрессию ребенка. Вот, ты не разрушился, привет, объект. Если ты мама, если ты мама разрушилась, то у меня с тобой нет контакта. Вот ребенок, вот, он проверяет навшивость родителей. Ну, я думаю, все проходили из родителей не самые приятные моменты, когда детям в районе трех лет, я вам говорю. Вот, и, соответственно, вот этот вот объект, это родитель. То есть, ребенок, он тестирует родителя на прочность. Вот, задача родителя, называется, контейнировать агрессию ребенка, принимать его, как раз разделять, научиться разделять самого ребенка как личность и его поведение. Вот, ну, то есть, вот, задача пережить вот эти там три, там, три с половиной года, от двух с половиной до трех с половиной, то есть, не замочить ребенка и не попустительствовать, ну, то есть, не развратить ребенка. Вот. Есть про этого объекта другая такая штука, вот эта, собственно говоря, константность объекта, когда ребенок, он научается, он понимает, смотрите, сложная такая сейчас будет штука, но нам она важна для понимания зависимости и созависимости. Ребенок, он должен научиться понимать, что вот сейчас мама хорошая, а потом что-то с ней может произойти, и мама становится плохой. Но когда мама становится плохой, ребенок должен понимать, что она сейчас плохая, но она вернется в какое-то адекватное состояние, вот. Это и есть, как ни удивительная, константность объекта, это умение ребенка удержать в одну и ту же секунду, в один и тот же момент, что моя мама и хорошая, и плохая. Если, например, в случае с зависимыми, ну, там, я, там, выпивающий отец, там, или, там, не знаю, мать агрессивная, там, которая не справляется, там, с чем-нибудь своей агрессией, вот. У ребенка не формируется константность объекта, у него формируется мама либо плохая, то есть, вот, или папа, например, пьяный папа, агрессивный, он плохой, либо у ребенка переключается потом папа только хороший. Ну, то есть, ребенок забывает, он закрывает глаза, он уже не помнит, когда папа, там, говорит, ну, иди, мы с тобой, давай поиграем, давай что-нибудь поделаем, то есть, папа перешел в режим трезвости, и у ребенок, все, папа хороший, папа вернулся, и папа ему обещает, да, да, все, я больше пить не буду, я тебя очень люблю, ты мой любимый сыночек, там, да, я тебе, все, на тебе игрушку, там, на тебе это, все для тебя, давай пойдем в футбол поиграем. Все, ребенок, он забывает, в эту секунду ребенок забывает, что папа бывает пьяный, ну, то есть, ребенок от счастья, у него переключилось вот это, all good, all bad, то есть, с пьяным все плохо, all bad, все плохо, а с трезвым все хорошо, all good. И у ребенка не формируется вот эта та самая константность, у него в семье зависимых, да, вот у него внутри вот это расщепление происходит, да, то есть, то есть, либо папа там тотально хороший, либо тотально плохой. Поэтому, я говорю, очень много таких и с созависимым в отношениях, они обычно попадают в какие-нибудь сценарные вещи, у них внутри нет вот этого умения одновременно, но это же не на уровне головы навык, он на уровне таком телесном, ну, на энергетическом, у них нет навыка удерживать и хорошее, и плохое, и смотреть одновременно. То есть, если вот человек, бывший в семье зависимым, ну, созависимый, влюбляется, или там западает на кого-то, очаровывается, ну, у него все становится тотально all good становится. То есть, ему там говорят какие-нибудь вещи, вот как у меня с моей первой женой там было, да, ну, то есть, вот, ну, то есть, я из армии пришел, мне там про нее кучу говорили, а я такой, все, ну, ладно, что, я это глаза закрывал. Даже вещи, которые сам видел, сам, ну, сам натыкался с ней, да, ну, то есть, ну, потом закрывал глаза. Ну, вот типичный пример, ну, вот, ну, там, мы лет семь с ней суммарно там были, вот, и, например, мы там ругались в очередной раз, расставались, вот, потом где-то там пересекались, вот, она меня опять подманивала, опять там все, я плыл, я таял, там все, она превращалась в хорошую. Вот, я к ней там шел, я был на седьмом небе от счастья, травка зеленее, солнышко светлее, у меня с моей там первой любовью, все, снова отношения. Я все плохое, вот, забывал. Вот, у меня точно не было этой константности объекта, ну, сто процентов. Мама была, ну, она не была алкоголиком, она была трудоголиком, фактически, вот, выпивала и была агрессивная. Ну, то есть, вот, фактически у нее, вот, ну, такая схема, ну, то есть, ее смело можно вот туда включить, вот, в такие, вот, я член семьи, ну, я созависимый, да, ну, то есть, вот, ну, мать реально, она вела себя, как ведут себя агрессивные мужики-алкоголики. Ну, я говорю, она вообще не в ресурсе была. Три-четыре работы все время, бесконечная усталость, она там, двое детей, алименты микроскопические, вот, она всегда была злая, вот, поэтому, если она еще и выпивала, вот, ну, даже несмотря на то, что она не была алкоголиком, но, в общем, когда я ее видел, она чаще всего была пьяная, ну, то есть, ну, поскольку она дома-то нечасто бывала. Вот. И вот с бывшей, с первой женой, вот, типичный пример, например, вот мы с ней общаемся там месяц, например, и все, там все плывет, я с ней где-то обнимаюсь, мы там гуляем, разговариваем, вот. Потом какой-то день случается, да, я иду, например, на свидание к ней, там, домой иду, вот, вот, там, она мне навстречу идет, вот, и улыбается так, я говорю, ну, а что, я к тебе иду, вот. Она такая, улыбаясь на полном там вообще, а мне некогда, раз и куда-то пошла. И я такой, оба она, вот, а потом она раз исчезает куда-то, ну, то есть, хопс, и все, ну, то есть, она обратно исчезает, где-то своей жизнью там живет, потом в очередной момент что-то у нее там случается, ну, потом я уже узнал, что там, ну, блядки у нее, такие друзья такие полубандитские там были, вот. И она какой-то своей жизнью, вот. Потом у нее опять что-нибудь случалось, вот, там, в ее, в ее там, в ее жизни. Опять-таки, за одним числом, например, узнал, ну, там, например, случался там аборт у нее, там, случился там, вот. И ей там нельзя там где-то там сексом заниматься, там, вот. Или она там, врачи там восстанавливаются, или у нее что-то там по гинекологии, там, вот. И она опять меня приманивает, я такой удобный, я там теплый, я такой любящий, вот. Она меня приманивает, я не могу устоять, я был зависимый реально. Ну, просто вот, то есть, вот она меня там подманивала, я там, как мог от этого пытался, там, отдалиться, вот. И она меня опять приручала, ну, то есть, вот, я вообще не мог противостоять, не мог противостоять, вот, там, если она там мне там, ну, давай, давай. Вообще у меня не было никаких там ресурсов ей противостоять. Единственное, вот, я говорю, я включал такой режим противозависимости, старался с ней не пересекаться, там, нигде не встречаться, но это было трудно, вот. Ну, поскольку там она работала, там, в том же поселке, там, где я там жил, вот, в школе она учительницей была. Ну, и там, периодически, там, на дискотеку она могла прийти, а я там на дискотеке этим был. Там, мы там организаторы были, там, я там вышибалый на дискотеке был, вот, поэтому пересечься, не пересечься было невозможно, вот. Ну, то есть, вот, поскольку я там был один из организаторов дискотеки, вот. И я вот плыл, да, вот это у меня, при этом, вот, я говорю четко, когда я, вот, к ней попадал, да, вот, опять в ее какую-то расставленную сеть, у меня включалось вообще режим all good, вот это, все хорошо. Я забывал все плохое, я прям плыл, во мне все таяло просто вообще на ура, вот, ну, то есть, никак я, вот, не удерживался. Вот, у меня как раз этой константности объекта не было, вот. Вот, и это, собственно говоря, последствия, вот, у ребенка не формируется, да, то есть, настолько сконцентрировано вот это зло такое, да, вот это переключение, ну, или просто не обязательно зло, переключение, предательство, например, со стороны, вот, зависимого, обещает, потом неожиданно предает. Вот, поэтому у ребенка как раз и не формируется вот эта константность, с более-менее адекватным родителем она формируется, да, то есть, ребенок знает, что мама бывает и хорошая, и плохая, а если папа там или мама там зависимые вот в этом состоянии, ну, под воздействием там вещей, злые, вот, или предающие какие-то, или холодные, или отстраненные, или манипулирующие, да, то есть, у человека не переключается. Если вот вчера говорил, если я там, например, папа выпивает тотально хороший, то у ребенка тоже, у него внутри, говорю, смещается, у него тоже нет константности, да, то есть, он внутри не понимает, а это хорошо или плохо, зависимость это хорошо или плохо. Вот сейчас папа, он хороший, вот он когда пьяный, и добрый, и там, не знаю, дарящий подарки, так он хороший или плохой? Он тоже превращается в хорошего, да, то есть, вот он, он тотально хороший, даже под влиянием там своей зависимости. И тогда у человека смещается, что такое хорошо, что такое плохо. То есть, ну, он не может ребенок понять, а потом взрослый тоже не может понять. Он устраивается там куда-нибудь на работу, он не понимает, вот атмосфера на работе, начальник, он хороший или плохой? В отношении попадает, он не понимает, хороший или плохой. Голосовать надо идти там за обнуление. Человек не понимает, президент хороший или плохой. Ну, то есть, он внутри, просто у него внутри нет. Вот, если вы посмотрите, вот типичный пример вот отсутствия константности, это когда вот опросы делают, вы будете голосовать за сказочника. Да, да, вам нравится, как он там, да, да, вот он, вам нравится, вот он, да, да, он классный наш там, сказочник, он классный. Ну, назовите, что хорошего, вот дальше второй вопрос им задают люди, назовите, что-нибудь хорошее, что он вот за эти там 25 лет он сделал. Ну, какие-нибудь приведите вещи, где вот в стране стало что-нибудь лучше, улучшилось. А они такие, раз, и ничего назвать не могут. Но вы все равно за него пойдете и голосовать, да, да, мы пойдем, он хороший. В чем он хороший? Ну, то есть, вот у них нету, да, то есть, он тотально хороший, да, а назвать вещи, да, то есть, вот спуститься с небес на землю, да, то есть, вот назвать какие-то адекватные такие вещи, они не могут. Опять-таки, одна из причин является в нашей стране, является то, что у нас, ну, алкоголизм, зависимости, они просто зашкаливающие. Просто вот они были в советское время, да, то есть, большинство там, ну, мужики просто, особенно, если это какое-то там деревенское население, да и городское, если, да и среди интеллигентов, ну, то есть, пьянство, особенно 90-е годы там, ну, то есть, когда там мужики не могли реализоваться, пьянство было тотальным. Ну, то есть, у нас большинство, да. Второе, у нас, ну, агрессия была нормой, бить детей вообще в советское время было нормой, там. Ну, говорил вчера, алкоголь, он тоже был, ну, некой, там, у интеллигенции, он, там, среди культуры, это вообще считалось что-то такие вообще-то еще и красиво, там, да, красиво выпить, красиво, там, это, вот, и зависимостей было много, да, ну, то есть, вот, поэтому, ну, у нас легко, да, то есть, легко, там, люди впадают в какие-то зависимости, в сценарии какие-то влетают, в манипуляции легко влетают, Ну, потому что, ну, как, в детстве не формировалась как раз вот такая адекватная позиция, здоровая позиция критического отношения к тому, что происходит, потому что ребенок в такой, в дисбалансированной семье, он не в состоянии, у него не хватает, у него логики не хватает, да, то есть, это нормально, ненормально, что ненормально, мама уходит, раз мама не уходит, то это нормально, ну, то есть, у него все, все вот это вот смещенное Ну вот как-то так, да, то есть вот. Поэтому здесь вот этот родитель, да, родитель, у него внутри, у него тоже нет внутри, парадокс в чем заключается, у него нет внутри константности, почему он одновременно и любит, вернее, любит ребенка, ненавидит. У него тоже нет константности. У здорового человека как раз есть константность объекта, только объектом является ребенок. Константность ребенок, что ребенок сейчас делает что-то плохое, капризничает, как-то себя не так ведет, но мой ребенок одновременно хороший, он любимый ребенок. Вот это вот, если у родителей есть это ощущение, что когда ребенок делает что-то плохое, несуразное, его ругают там учителя, или там что-то разбил, у родителей вот, если он психологически устойчив, если у него есть зрелость такая внутренняя, а константность это и есть зрелость. То есть, если у него есть внутренняя зрелость, он ребенка одновременно видит и хорошим, и вот одновременно, что ребенок может делать плохие дела, но при этом он не разлюбляет ребенка в этот момент. А если нет вот этой константности к ребенку, то родитель, который не выдерживает поведение ребенка, то у него ребенок либо тотально хороший, либо тотально плохой. И в тот момент, когда ребенок тотально плохой, он хочет его уничтожить. Ну, то есть, он у него злится, хочет выбить из него дурь, хочет там проконтролировать, хочет там как-то поставить его на место, хочет изничтожить вот какое-то неадекватное поведение, как ему кажется, из ребенка. Ну, то есть, его ребенок бесит. Бесить может даже само наличие ребенка, объясню, потому что ребенок, смотрите, ребенок, он требует внимания, усилий, он там шумит, бегает, он дергает там родителя. То есть, само присутствие ребенка, оно требует вкладывания энергии. То есть, нельзя просто, ну, который, конечно, выдрессеры на дети, они могут сами сидеть, там, не отсвечивать, ничего не делать, там, да, вообще исчезать. Вот. А по большому счету дети, они все равно проявленные, да, то есть, и вот этому родителю, да, любому родителю нужно что-то вот делать с ребенком, да. То есть, нужно ему тратить на него психическую энергию, ресурсы, иногда физическую энергию, принимать участие в ребенке, там, да, ну, то есть, каким-то образом терпеть ребенка. То есть, нужно тратить энергию. Главное, вот здесь ключевое, что на ребенка нужно тратить определенную энергию. Если же человек, там, он в зависимости, он, там, не справляется, там, не выдерживает, у него потребовалось какое-то время, там, на то, чтобы, там, найти, там, вот, ну, тот наркотик, там, условно говоря, там, да, там, алкоголь, там, в прямом смысле наркотик, там, игра какая-то, там, еще что-то, вот. И, соответственно, у человека, да, то есть, вот у него нет ресурсов, то есть, у него нет энергии, у него нет воли, нет энергии, нет способности переносить какие-то, вот, ну, там, испытания. А ребенок в какой-то момент запросто может стать, там, испытанием может стать. А ресурса нет. Ну, часто, да, часто, вот, там, пьяница, там, ну, их все раздражает. То есть, у них нет ресурса справляться. Часто у них уже надрыв такой происходит, когда у них совсем нет ресурсов. Они, вы думаете, пьют, ты что, просто так, что у них нету? Ну, то есть, у них внутри холодно, пусто, там, не знаю, там, или, там, человек наркотики ищет, или, там, секс, например, или игроман какой-то. Ну, то есть, ну, внутри, внутри хреново им. Им хреново, им нужно срочно залить свою хреновую, залить каким-то, там, веществом или какой-то, каким-то видом деятельности. А ребенок, он требует энергии. А им это хреново, им нужна энергия, ну, то есть, у них вся энергия, она куда-то уходит. Поэтому, вот, они, ну, как, они от того, что не выдерживают энергию, сбрасывают. Ну, и там есть еще куча, там, вещей. Например, ребенок может напоминать, если, например, жена, там, недовольна мужем, там, зависимым, вот, она начинает его дергать, чем-то недовольна. Ребенок может напоминать, напоминать жену, там, да, чем-то, там. Если девочка, она может маму напоминать, ну, то есть, жену его. Он на маму, например, не может там ударить или не может там противостоять, он сбрасывает на ребенка тогда. Вот, иди матери своей скажи. Ну, то есть, ребенка, он записывает ребенка в ту банду к матери, да, ну, то есть, как бы вот они вместе, вот эти бабы вместе, да, то есть, и он, ребенок становится, жена в этот момент врагом становится, да, которая не давала там выпить или которая недовольна, что он там, не знаю, деньги проиграл там, из дома что-то вынес там. Да, там, или там вообще выходные там домой не приходят, ну, то есть, или где-то по бабам шляется, например. Вот, и часто мамы привлекали, ну, привлекают ребенка на свою сторону и таким образом тоже подставляют ребенка. Ну, то есть, вот ребенок таким, ну, коалицию создает вместе с матерью против папы. Ну, ребеноку тоже не нравится, что папа пьяный, например. А мама еще его на свою сторону привлекает. И таким образом, да, то есть, таким образом в этот момент, ну, вот мужчина там пьяный, он уже не видит, например, перед собой ребенка, он видит некую банду, коалицию, ну, то есть, врагов, свою жену, вот, и теперь ребенок. Ребенок его предает. Встал на сторону жены, да, то есть, и, конечно, он уже ребенка не видит, для него это не ребенок, а это продолжение его жены. И, естественно, он объявляет войну ребенку, злиться. К тому же, дети, они часто, ну, то есть, они тоже недовольны поведением, они недовольны поведением, там, папы или, там, мамы пьяной, они пытаются остановить это поведение. Ну, а если пытаться остановить или как-то, там, воспитывать, ну, человека зависимого, естественно, он злится. Ну, кому нравится, что его там воспитывают. Он, как, знаете, выражение, яйца курицу не учат, вот такое они часто говорят. Ну, и ключевое. Ключевым является то, что в зависимости нет адеквата. Можете вот все, что я сказал, на помойку выбросить, там самое главное, что у человека в зависимости нет адеквата. А чтобы ребенка нормально воспринимать, чтобы чувствовать ребенка, слышать, ну, вот эта энергия монарха, короля, королевы, ну, адекват нужен. Способность осознавать причины следственной связи, способность управлять своим состоянием. Ну, вообще, по-хорошему, это же энергия короля, энергия воли, в том числе воина, да, то есть, умение управлять. Вот здесь я вам прям слово сказал, смотрите, воля, волевым решением, я говорю нет, да, то есть, и в том числе, надо сказать, нет своей агрессии, нет наезду на ребенка. А у него воли-то нету, то есть, у зависимого нет воли. И для ребенка здесь крайне плохо, вот как это на взрослом потом сказывается, крайне плохо, потому что ребенок, он действительно не понимает. А кто поймет? Он не понимает, так меня вот, там, мама или папа, кто там, зависимый. Так он меня любит или она меня любит или нет? Крышняк едет. Ну, вот, не знаю, наверное, сейчас статистику не могу сказать, но вот просто так, навскидку. Семь из десяти вот людей, которые в терапию приходят, там что-нибудь спрашиваешь, вот, а что там про свое рождение? Они говорят, блин, мне так хотелось, мне казалось, что меня в роддоме подменили. Или мне хотелось, чтобы меня, в конце концов, отдали в детский дом. Или мне хотелось сказать родителям, зачем вы меня родили. Ну, потому что у ребенка, у него едет крыша, да, вот, в семье, вот, зависимых, да, про зависимость, у него едет крыша, вот, действительно, вот, как к нему относятся, что происходит, да. Почему так плохо? Почему нет в семье счастья? Почему нельзя расслабиться? Почему нельзя быть собой? Почему мама и папа не могут жить в мире? Почему нельзя просто принять решение, там, и, не знаю, почему нужно быть, как свинья выглядеть, да, то есть. У ребенка много вопросов, на которые нет ответа, вот, и, ну, внутри, внутри формируется какая-то странная картинка мира, да, так, странная картинка счастья, странная картинка событий. И, к сожалению, из-за того, что вот эти вот какие-то нарушенные модели, сценарии, такие паттерны поведения, ну, они являются, как бы, фундаментом, как бы, взращивания ребенка, он вырастает на этом фундаменте. Ну, они, к сожалению, входят, ну, они имплантируются, как часть психики, как часть видения реальности. Ну, условно говоря, смотрите, это как очки, да. Ну, то есть, ребенок видел мир, вот, семейную систему, он видел искаженное, через искаженный, там, взгляд вот этой кривой, криво сбалансированной семейной системы. Ну, то есть, он видел вот это. И когда он во взрослую жизнь выходит, то он тоже мир воспринимает, вот, через вот эту вот крайне искаженную систему. И, фактически, если это был фундамент, ну, это же очки, ему кажется, что это вот как линзы, ну, вот они такие прилипшие у него, как будто эти линзы в него вросли. И человеку нужно много-много, как бы, внутренней такой работы, какого-то осознавания нужно, да, чтобы научиться видеть мир таким, как он есть, да. Ну, то есть, вот, видеть вещи, как есть, отношения, как есть, на себя, себя видеть, как есть, потому что его-то тоже видели, ну, то есть, искаженными глазами, там, в семье. А ребенок, он научается, взрослый, там, потом, он научается представления о себе, у него, вот, это самоидентификация, как я себя принимаю, как я к себе отношусь, как я себя оцениваю, как я себя уважаю, как я собой горжусь, там, да, то есть, вот. Вот, а он же научается через глаза родителей, вот, как родители о нем думали, отношения, как родители к нему относились, как они воспринимали человек, ребенок, а потом взрослый, точно так же к себе относится. То есть, если папа, там, пьяный его обесценивал, там, девочку называл, там, там, дурой, шлюхой, там, не знаю, проституткой, там, идиоткой, еще что-то, ну, то есть, ребенку же трудно расклеить, это папа, вот, если она любит папу, вот, ей трудно понять, папа это делает трезвый, пьяный, адекватный в его словах, правды есть его, там, нету. Ну, то есть, если он ее обижает, если он ее, почему мама молчит, мама ничего не отвечает, мама никак слова папы не, как, ну, не стирает, да? А если это не так, например, если я хорошая, мама, зачем ты позволяешь папе тогда меня ругать? Мама, почему ты, вот, почему ты с папой соглашаешься, почему ты, ну, там, с папой не поговоришь, чтобы он меня не называл, там, всякими, там, грязными, такими словами? Почему ты даешь папе, там, на меня, там, орать? Ну, то есть, у ребенка это же вопрос-то неотвеченный. Если папа, там, наезжает, орет, обесценивает, уничтожает ребенка, особенно девочку, а мама ничего с этим не делает, то слова папы, да, то есть, если мама никак не стерла эти слова, то слова папы, они становятся для девочки, они становятся как руководство к действию. Ну, потом она уже научается, там, чуть постарше, 9-11, у нее появляется собственное мнение какое-то, собственное осуждение, вот, но все равно, если тебе, если ты это слышал-слышала, там, с пеленок, там, да, ну, попробуй это сотри потом. Оно все равно где-то вылезает. И прикол заключается в том, вот, про семью зависимого, вот, просто зависимость, прикол заключается в том, что вреда здесь больше нанес даже не отец, а мать нанесла больше вреда, которая не убирала, там, детей из вот этой токсичной атмосферы, никаким образом, ну, этому не противостояла, да, и как бы, вот, будучи сама созависимая, она как будто соглашалась с этим. Она как будто смирялась с этим, она как будто принимала позицию, вот, отца. И либо потом, вот, выросший ребенок, он все время доказывает, что это не так, он борется, да, то есть, у него, во-первых, много обид, такой ненависти, там, ну, к отцовке, там, фигуре, или к матери, кто там был зависимый. Ну, и самое главное, вот, приходится заново себя формировать, свое отношение к себе, заботу о себе, самоценность изнутри. И главное же здесь не делать, потому что, я говорю, здесь приходится тратить на это полжизни, кучу ресурсов, то, что обычному человеку достается легко, то здесь люди вынуждены доказывать. И тогда они сами, то есть, если они там доказывают через, там, не знаю, работу, увлечение, спорт, ну, они сами становятся голиками. Трудо-голик, потому что ему надо доказать, что он справляется. Спортсмен, он, там, голик, спортом занимается, гробит здоровье. Или он как-то увлечением, он, там, от него, там, не знаю, там, он с утра до ночи, там, это делает, не может. Или, там, про отношения, ему надо все время, там, быть в чем-то, он доказывает, что он, там, как бы, достоин в отношениях. Все равно прикол в том, что, вот, он выходит какой-то, он не насытился, там, в детстве, да, и, вот, он из этого доказательства тратит полжизни, а то и всю жизнь на то, чтобы, вот, внутри сформировать себя. То, что другим дается, там, из детства легко, да, то есть, человек сам себя всю жизнь, вот, вынужден пахать на то, чтобы, вот, себя чувствовать хорошо. Ну, это же ужас. Ну, и, фактически, это и есть голизм, да, то есть, вот, он, он, он это делает под одержимой, одержимой делает. Я вам еще раз говорю, вот, я, по-моему, на первый раз, когда мы только запускали про созависимость, а общество говорит такое, вау, вау, ты пашешь, ты смотри, ты какой, вообще, ты там в спорте, вау, вау, общество поддерживает. Общество любит этот голизм, оно не любит алкоголизм, а вот этих созависимых, оно такое, е-е-е, давай, давай. Это же, ты как бы, там же нету наркотик, нету алкоголя, и человек, доказывая что-то миру, доказывая себе, доказывая, там, высшему, да, то есть, человек становится, он такой, этот, пробивная машина. А социум такой, да, 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 нам надо, нам такие нужны, мы гордимся тобой, ты сделал себя, молодец, ты сделал себя, да, хорошо. Ну, а человек надрывается, человек живет все равно не своей жизнью. Ключевое здесь, дурацкая вещь, но он живет не своей жизнью, он живет антисценарием. У него нелегко, он живет, он не свою жизнь, он доказывает, ну, кому, это не то, что даже доказывает, но он все равно что-то делает для того, чтобы вот чувствовать себя комфортно. Ну, и что, это все равно не жизнь, это все равно не поток. Даже если ты супер успешный, там, достигаешь, они гордятся, какая разница, все равно живешь жизнь, основанную на прошлом, ты проживаешь. И все равно формируется усталость, недовольство, ты все равно не в контакте с миром, все равно ты не в контакте со вселенной, не в контакте со своим истинным я, потому что ты все еще там, в той семье, ты еще не сепарировался. Отследить это трудно, ну, потому что там столько бонусов от этого, кажется. Кроме одного, ты как у Цоя, вроде жив и здоров, тужи-не тужи, откуда взялась печаль. А она будет, потому что, когда ты живешь не свою жизнь, ты внутри тратишь какие-то лишние силы, она будет, потому что это тяжело, потому что ты не в потоке. Потому что ты не чувствуешь, смотри, ты всю жизнь ищешь себя, ты всю жизнь формируешь себя. А вообще-то вот как буддист, как адвайтист, как суфист, там, зен-буддист, надо просто вот счастье и вообще бытие, это просто быть собой, просто быть, даже не собой. Ты просто быть, вот ты, твое я, оно просто вот есть, и ты вот живешь, вот, ты его разворачиваешь, это я. Просто находишься в моменте, тебе не надо себя формировать, не надо искать себя. Это вообще бред. Бред всех тренингов личностного роста, психологии и всего остального, когда ты ищешь себя. Кто ищет, какого себя? Это такое тотальное расщепление. Что значит искать себя? Правильно, это просто быть собой. Не искать себя, а быть собой. Кого искать-то? Он где? Где он лежит-то? Ну, то есть, где его искать? Ну, это так сложно, не буду так грузить. Ладно, прочитаю, что написали. Там, я как обычно увлекаюсь, вот, надеюсь, что вы мне какой-нибудь вопрос задали. Да, здравствуйте, это Катечка. С кем не поздоровался? О, знакомые все лица. О, мужчина меня смотрит. Владимир, здравствуйте. Так, так, были ли какие-нибудь вопросы еще? Андрей, а есть ли у человека без алкоголя лезет раздутый монарх? Есть те, кому виднее, как воспитатель, дают без спроса совета. Все лучше знают. Это про что? Это как раз про энергию монарха, тоже короля. Человек, у него раскачался, да, то есть, внутри его любили условной любовью. Он не был, по-любе, он не был достаточно хорош. И он накачивал вот этот навык, навык, что я офигенный, я знаю все лучше. Смотрите, ему нужно было, чтобы родители его приняли, или там бабушки, дедушки, ему нужно было быть офигенным, что-то знать, что-то уметь, что-то придумывать, что-то реализовывать. Вот, и он одержим, человек стал одержим, что ему нужно вот что-то такое великое, великое для того, чтобы вот его ценили, уважали. И он в эту игру заигрывается, да, то есть, он чувствует вот такой человек, он чувствует себя в норме. Смотрите, прикол в чем? Он чувствует себя в норме только тогда, когда он реализует планы, когда он показывает людям путь, когда он великий. Обычный человек, вот он достаточно хорошо, ему просто, еще раз говорю, ему просто хорошо. То есть, вот он других не норовоучает, он там не лезет, ему достаточно, он в себе уверен, он как бы принимает людей, как они есть, да, вот принятие такое. Вот, ему хорошо, а этому хорошо только тогда, когда вот он прямо, ну там, прямо вот уже лезет, прям вот он всех там, не знаю, вот он для всех все делает. Ну вот сегодня смог на один вопрос ответить, ну, там завтра попробую. Прочитаю сейчас вопросы, если что там в комментариях пишите, вот, постепенно, видите, я уже перехожу на взрослую жизнь.